Больше четверти миллиарда лет назад все рыбы поделились на две разные команды. Скажите, пожалуйста, если бы вам предложили такой выбор, жить в месте, где очень легко дышится, но очень мало еды, или жить в месте, где еды сколько угодно, а вот дышать почти не лучше. Чего выбирали? Едератый. А, классно. Вы просто никогда не голодали, как заевшиеся московские дети. Поэтому не понимаете, что такое жить без еды. А существенно то, что все водоемы на земном шаре делятся на две группы. Значит, что это за две группы? Берем первую группу. Мелкоходный водоем. Ну, мелкая, глубина, там, я не знаю, метр, полтора, два, всего. В результате свет на самом водном углу пройти. Может пройти. А это значит, растения, которые в нем будут обретать, могут вести фотосинтез во всем объеме водоема. Хорошо. И берем другой водоем, в котором свет находится только вот так. Классно. Вот скажите, на единицу объема, в каком водоеме создаются больше еды? Первый или только первый водоем такого типа, будут называться F-трокные водоема. Хорошо кормящие. Значит, огромное количество растительной биомассы создаются. Но, если у нас много растений, возникает возможность большого количества кого вы туда посадите? Бактерии. Угу. Ребята, халяба, растительная еда в большом количестве. Но травоядное, животное это называется. Слово животное. Потому что не только травоядное. Если у вас много травоядных, то вслед за ними кто придет? Хищники, вслед за ними трупоеды. То есть вы получите полную компанию животных. Но смотрите, какая неприятность возникает. Если здесь полным, полно еды. Так? В результате у вас очень велик уровень биомассы на единицу объема. Там очень много кто живет. Скажите, а сколько их здесь умирают? Тоже очень много. Что происходит с останками погибших существ? А красиво слово налагается. Но опять, я не могу. А слово налагается. Никакой процесса не будет. Их поедают бактерии. Классно. Так вот, ребятки, гнилсные бактерии, кислорода дышащая. Если здесь гигантское количество еды для гнилсных бактерий, то, что произойдет с количеством кислорода в таком водоеме. Вот они, это тропные водоемы. Изобидие пищи, аргалит. И резкий дефицит полкислорода. Да? А вот это амиготропная. Ну, вот это гнилс тропный. С амиготропная, допустим, горная ручка. Где-то от ледников, за счет снега таяния или осадков, берет начало горной ручьи. Скажите, много ли в горном ручье может опитать растение? А почему? Почему? Ребята, растение выдерживает любую температуру. Потому что там высоко в горах холодно, им совершенно пиливать. Причем другая, да? О, вы не представляете, какой силы бывают резоиды возрастей и средневые системы лучших растений. Конечно, выдержка любой такой. Не в этом нет. Ну, вспоминайте, что необходимо для жизни любому растению. Четыре группы факторов. На кислород они плевать хотели. Дело в том, что они сами продуцируют кислород. Для них это отходы. Это для нас важно. А для растений это отход. Процесс, который называется фотосинт. Так, хорошо. СО2 в атмосфере перенекает. Хорошо. Еще раз. Ладно. Так они в воде. Они в ручье. Минеральная соль. Вы слышали правильно. А скажите, пожалуйста, лед образуется из чего? Горные ледники из чего образовались? Из снега. Снег из чего образовался? Из лады. Упал из кучи. Как вода попала в кучу. А умеет ли испаряться минеральная соль? Нет. Совсем не умеет. В результате дождик, любой дождик, любой снег. Это какая вода? Питьевая. Кто знает? Да, питьевая. Ребята, да. Крайне нехороший вот этот очередной интернетовский миф. Что вот снежная вода, она омолаживает, она вода здоровья и так далее. Ребята, собрайте обмен к чертовой матери. Снежная вода ближе всего к дистилляту. Она бессолевая. Наш тело, ну, совершенно не рассчитано на такое вливание. Вы просто совсем. Понимаете? А дело в том, что во всех горных ручьях вода бессолевая. Там нет минерального соления, минерального пива. В результате крайне малое количество растений там может поселиться. Если крайне мало растений, это значит, что только там еды. Крайне мало еды. Вот у вас возникает алида, тропная ситуация, когда кислород сколько угодно, а вот еды нет. Так вот, все рыбы четверть миллиарда лет назад потерялись на две команды. Одна осталась в олетотрофном океане, потому что весь объем океана, чтобы снять с олетотрофной системой, да? А вторая пошла осваивать этот рост на ее холодные водоемы. Обратите внимание, какие проблемы сразу возникают. Во-первых, много кислорода. Вопрос, а где его брать будем, если в воде кислорода нет? А смотрите, какая вещь. Вот тело рыбы. Вот сквозь тела рыбы проходит швырительная система. В боковых стенках в лодке четыре пара жаджа. И рыба прокачивает воду как раз через эти щели для того, чтобы вести газа. Но в воде кислорода хочется. Что образуется? О, глотки. Вот сюда. В полость тела. Продавливаются два мешка. Как будет в русском языке называться? Любое действие, которое производится глоткой, по пропихиванию пищи дальше. Глотание. Глотание, глоток. Хорошо. Такие обитатели. Это тропных водоемов. Глотают не только пищу. Они что делают? Высовывают троп на поверхность, зажимают пищевод, пищевод блокирует. И после этого делают глоток. То есть сжимают глоток. Вопрос, куда идет воздух? А воздух проталкивается в цеплянку. Это внешний воздух. Стенки этих пузырей имеют слизистые железы, поэтому клетки не погибают. Изнутри все покрыто мокровой слизистой. Хорошо. Это глоток воздуха. Кислород содержит? Да. Кровеносные сосуды, которые работают в эту стеночку, получили кислород. Через некоторое время кислород кончился. Что будет работать с порцией воздуха? По-русски говоря. Выплевывает. То есть рыба глотает воздух и выплевывает воздух. Знаешь, классно. Кстати, а обитатели олиготрухных выдают. У них тоже такие воздушные мешки развиваются. И тоже отрастают от передней кишки. Но там кислород сколько-то больше. А в такой кислородопогатой среде, зачем эти мешки используются? Плавные пузыри, регуляция плавочистой тела. Хорошо.